Привет, просветители! Я думаю, по названию, если я его, конечно, в итоге не поменял, нетрудно догадаться, какое музыкальное произведение должно прозвучать в начале этого ролика. Увы, из-за использования этой песни видео блокируют. Плак. Поэтому давайте просто вместе промычим. Угу, 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 угу. Как я уже однажды говорил, наше Министерство просвещения очень напоминает мне какой-то непонятный мешок. Ну, молчим про его содержимое. Который, если сам не пнёшь, никогда не сдвинется. Проблема в том, что нога должна быть исключительно президентской. Какие мешки, такие ноги. Стоит главе государства заговорить о школе буквально на следующий день. Нет, порой реально на следующий я не утрирую. Кравцов с товарищами неожиданно заявляет о грядущих изменениях. И тут даже не знаю, что ли радовать, столь плакать. Это нормальная реакция на моём канале. И вот, относительно недавно президент озвучил целый список поручений, изменений, предложений. Сами выберите подходящее слово. Касающихся российских школ и вузов. Изначально я хотел снять об этом ролик буквально на следующей неделе. Ну, всем же. Мне интересно, что ждёт наше образование в 22-м году. Ничего хорошего. Как обычно. Но потом решил подождать несколько месяцев. Дать Министерству просвещения время на раскачку. А заодно посмотреть, правдивы ли были мои прогнозы. Что из всего пакета изменений, Кравцов с товарищами активно займётся вычёркиванием всяких слов и прочей мишурой. В декабре 21-го года Россия попала в пятёрку самых несчастных стран мира. Ура? Наверное. Индекс счастья в России 18%. При этом средний уровень счастья в мире 43%. Не последнее место в этих процентах, конечно же, занимает уровень жизни и зарплата. И если вы по текущей зарплате и своему моральному состоянию понимаете, что входите в эту статистику, вам пора задуматься о смене профессии. И я бы хотел остановить ваше внимание на профессии диджитал-маркетолога и посоветовал бы присмотреться к курсу «Полное погружение в маркетинг» от Q-Marketing Academy, являющейся партнёром Facebook в России. Маркетолог – одна из самых популярных профессий на российском рынке уже 20 лет. Её популярность только растёт. На одном только Headhunter более 10 тысяч вакансий, а средняя зарплата составляет от 80 тысяч. Это одна из тех профессий, где есть место и креативу, и цифрам. Обучение проходит онлайн на протяжении 6 месяцев и состоит более чем из 70 уроков теории и практики, а также 8 карьерных консультаций. Можно учиться из любой точки мира и в удобное время, совмещаясь с текущей работой. Вы научитесь разрабатывать стратегии продвижения, настраивать и анализировать рекламные кампании, привлекать и удерживать клиентов. Обучение проходит на реальных проектах агентства Q-маркетинг – Киеве, Кухня на районе, Озон, Тиньков. В программу входят индивидуальные консультации и пожизненный доступ к обновлениям программы. Отличие курсов Q-маркетинг Академии в том, что вас не бросят, а помогут сделать первые шаги в профессии. Карьерный центр Академии проводит эффективную подготовку к собеседованиям, а также помогает составить первоклассное резюме. Обучение прошли уже более 3,5 тысяч студентов, и 60% из них окупили вложенные средства уже во время обучения. Этот курс подойдет как опытным маркетологам и предпринимателям, так и тем, кто хочет только начать свой путь в данной профессии. Переходите по ссылке в описании и получайте скидку 34% от полной стоимости обучения по промо-коду Остапов. Итак, друзья, ликуем и благодарим президента. Будем президент мира! Ура! Школы и педагоги, соответственно, не будут оказывать образовательные услуги. Забываем про эту оскорбительную фразу. Можете закидать меня мандаринами? Ну, праздничный сезон все же. Но я на самом деле не понимаю проблемы с термином образовательные услуги. Педагогов опустили до уровня обслуживающего персонала. Да, именно этой фразой. Ни зарплатами, ни указивками, услугой. Так и вижу, как вычеркивание слова «услуга» поднимает авторитет профессии просто до небес. Прости, я улетаю. Как вы там? Внизу. Да хоть горшком лично меня назовите. Если есть нормальная зарплата, то о чем Остапов опять о деньгах. И адекватные условия труда. А пока кандидат педагогических наук получает 15 тысяч, если вдруг не смотрели это видео, то вот. Хоть царем батюшкой его называйте, ничего не изменится. Естественно, из всего списка изменений министерство схватилось именно за слово «услуга». Но тут, по-моему, просто сам Бог велел развернуть активнейшую деятельность. По итогам поручения госсовета принято решение исключить понятие образовательной услуги из деятельности учителя. Потому что учитель точно не оказывает услуги. Учитель, прежде всего, это призвание, миссия, воспитание, служение. В своем инстаграме я уже комментировал эти слова министра. Кстати, именно там все подобные новости, странные комментарии зрителей и прочая движуха. Подписывайтесь. Я, конечно, очень хочу ошибаться, но когда начинают говорить о миссии, призвании и служении, просто бегите. Ничего в этой области менять не будут. Я не устану это повторять. Вы же не работаете, как все нормальные люди, за денежку. Вы служите. У вас миссия. Меня очень порадовала реакция одного достаточно популярного учительского блога на Яндекс.Дзене. Получается, что чиновники высшего ранга понимают всю важность педагогического труда. Решение об исключении термина образовательная услуга, это напрямую повлияет на повышение статуса учителя и престижа профессии. Блажим, кто верует. Тепло ему на свете. Лучше Грибоедова тут точно не скажешь. Иногда читаешь подобные влажные фантазии, я реально не знаю, как по-другому такие оригинальные высказывания охарактеризовать, и понимаешь, мы обречены, если педагоги реально считают, что исключение одного слова повысит их социальный статус. А еще чиновники понимают. Ситуация в системе образования меняется, пусть даже пока касательно этих шести букв, и это не может не радовать. И да, увы, это не сарказм. Там весь блок вот в таком вот приподнятом стиле. Я раньше почему злой был? Я просто образовательные услуги за 18 тысяч оказывал. А теперь за эти же деньги миссионерством занимаюсь. Реально, лучше бы велосипед подарили. Хотя у нас есть реальный пример. Вот переименовали милицию в полицию, и милицейский произвол тут же прекратился. Ладно, давайте о чем-нибудь позитивном. Следующий пункт меня на самом деле очень порадовал. Не сарказм. Обеспечить увеличение контрольных цифр приема по направлению подготовки специальной дефектологической образования по программам бакалавриата и магистратуры. Друзья, я, честно говоря, даже не верю. На самом высоком уровне наконец-то заговорили, что в наших школах остро не хватает дефектологов, логопедов и тьютеров. О великолепной отечественной инклюзии мы здесь уже неоднократно говорили. Но, правда, все как обычно происходит в каком-то странном порядке. Мы не сначала обеспечили условия для инклюзивного обучения? Не, так неинтересно. Так-то мы уже лет 10 существуем в условиях инклюзии. А вот о том, что для нормального ее функционирования нужны специалисты, мы задумались только сейчас. Ну, педагоги же и так обеспечивали индивидуальный подход. Но учитель и дефектолог – это не тождественные понятия. Обычный преподаватель начальной школы не обладает необходимой квалификацией. Его другому учили. Ну, вас же на месячные курсы отправляли. Выкупаете всю иронию? У нас целую специальность – дефектолог, предполагающую многолетнее обучение. Заменили месячными курсами. Дай бог, что месячными. А потом все удивляются. А что эта мяукающая песенька мешает учиться? Теперь же, по идее, в наши школы придут специалисты-дефектологи. С особыми детьми будут работать люди, которые понимают, что они делают. И да, внимание, это не камень в огород обычного преподавателя. Вы же не будете предъявлять, не знаю, окулисту, что он не занимается лечением ваших зубов. Только вот вопрос. А с чего эти самые дефектологи в школу-то пойдут? В ВУЗ ладно. По идее, будет больше бюджетных мест. А в школу-то? Зарплата та же, что и у обычного учителя. Хотя нет, скорее всего, будет даже меньше. Ну, если ориентироваться на логопедов и психологов. А работать ты будешь самыми сложными случаями. Никаких деточек-звездочек, которые сами все понимают. А, я ж забыл. И закон об образовании слово «услугу» уберут. Престиж профессии повысится, и все в школу ломанутся. Нет, ну а если серьезно, это на самом деле очень круто, что начали хоть что-то делать для того, чтобы в обычных российских школах появились дефектологи. Реально, это одна из лучших новостей прошедшего года. Следующий пункт должен порадовать всех школьников. Президент заговорил об уменьшении количества контрольных работ. Помните эту потрясающую ситуацию 20-го года? Когда сначала всю весну сидели на удаленке, потом летние каникулы, а в сентябре «Пишем ВПР по всем предметам!» И вместо того, чтобы попытаться хоть как-то восполнить пробелы, не то чтобы я не верил в волшебную силу дистанционки, и начать нормально учиться, учителя со школьниками как угорелые начали готовиться к «Главному тестированию года!» Потому что проваленное ВПР это... Пипец это. Пипец. Для учителя и школы. Количество бумажек и отчетов после неудовлетворительного результата заставить в следующий раз 10 раз подумать. Нормально уроки проводить или на ВПР натаскивать? И вот именно об этом практически все педагогические работники и говорили. Но по факту мы имеем фразу об уменьшении количества контрольных работ. И глава Рособранадзора уже успокоил. Это не о ВПР. Ну слава богу. Можете выдохнуть. Теперь внимание. Родителей призывают жаловаться в Министерство просвещения, если на их взгляд у детей слишком много проверочных работ. Как хорошо, что я из школы вовремя ушел. А то на меня б точно заяву накатали. Перед вами учитель, который проводил проверочные практически каждый урок. Да, мне самому стыдно. Нет. Знаете ситуацию? Нет. Открываешь дневник ребенка ближе к концу четверти. А там... Одна тройка. Одна оценка по предмету за три месяца. Вот эта ситуация не про меня. У моих учеников и по тридцать оценок было. В определенные моменты в пятом, шестом и особенности седьмом классе новые темы по русскому языку идут буквально каждый урок. Каждый. И как мне кажется, учителю очень важно понимать. А дети-то что-нибудь поняли? Нет. И конечно, можно подождать месяцок. Там как раз диктант по плану. Теперь их, судя по всему, будет меньше. Диктантов. Не планов. А еще перед объяснением новой темы можно двух человек к доске вызвать. И буквально дней через семнадцать весь класс можно будет опросить таким образом. Там правда к тому моменту уже тем десять новых будет. Так вот. Поэтому в начале практически каждого урока я проводил словарный диктант. На пять минут. Тема предыдущее правило. И мне сразу же было понятно. Кого стоит пригласить на дополнительные занятия, кому дать карточку. А может быть вообще целому классу нужно еще раз объяснить эту тему. Но сейчас можете не сомневаться. Пятиклашки бы сто процентов заявили своим родителям, что у них каждый урок русского языка контрольное. Не, ну оценка есть, отдельный листочек, работаю самостоятельно. Все признаки. И не важно, что это занимает пять минут. У моего ребенка каждый урок контрольное. Нарушение. А уж если у моего ребенка плохие оценки, нарушение в квадрате. Я очень надеюсь, что вся эта идея с контрольными поможет снизить нагрузку на школьников. А то порой реально бывает, что у ребенка три полноценные контрольные в день. Но пока создается впечатление, что у родителей просто появится еще один повод жаловаться на учителей, которые пытаются контролировать учебный процесс. Те педагоги, у которых дети вообще ничего не знают, с радостью от всех контрольных откажутся. Даже не сомневайтесь. Хотя теперь же мамочки с папочками начнут педагогов уважать. Больше же никаких услуг. Глупый я. Наверное, пару слов стоит сказать и об обещанном повышении зарплат. Но давайте я сначала выполнение майских указов президента дождусь по всей стране. Сколько там их лет уже пытаются выполнить? Ну а когда все это произойдет, тогда и поговорим о новых обещаниях. Пока вот с майскими бы указами разобраться. Ладно, дальше поехали. Что это за фрукт и как это все будет функционировать в провинции, я, честно говоря, даже предположить не могу. Внедрение в работу образовательных организаций модели «Школы полного дня» на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся, программ дополнительного образования детей, включая пребывание в группах продленного дня. Сама идея классная. Дети под присмотром, тут тебе и учеба, и воспитание, и развитие. Но куда ж без но? А все ли российские школы готовы эту самую интересную развивающую внеурочку предоставить? Или все будет как сейчас? Для галочки. Кто с детьми будет сидеть до вечера? Те же самые учителя продленки? А зарплата у них будет соответствующая? Просто никаких особых финансовых вливаний в образование у нас вроде как не запланировано. Если это будет обязаловкой для каждой школы, то не стоит удивляться, что все эти красивые фразы про интеграцию в итоге выльются в... Тихо сидим и делаем домашнюю работу. Рот закрой! Как всегда, подобная модель наверняка будет навязываться поголовно всем школам. Президент же велел. Без учета возможностей самих организаций. А ведь большинство школ не имеют ни материальных, ни кадровых ресурсов для организации полного дня, особенно в сельской местности, на которую сделал упор в своем поручении президент. Работать во второй половине дня будет просто некому. Учителей не хватает. Они и так перегружены. Какая продленка? Какие кружки? В целях популяризации профессии учителя Владимир Путин также предложил широко освещать в СМИ всероссийский конкурс «Учитель года России» и даже создать креативное телешоу, которое будет финансироваться из федерального бюджета. Тут главное, чтобы участники креативного шоу, не дай бог, в прямом эфире свои зарплаты не озвучили. А то, когда старшеклассники услышат эти дивные суммы, ну, к примеру, из Воронежа, вся популяризация коту под хвост. Одно дело, следим за талантливым певцом на вокальном конкурсе. Мам, я хочу туда же! И понимаем, что если все сложится удачно, человек явно будет не бедствовать. Шоу-бизнес – билет в обеспеченную жизнь. А учителя? Вот он сейчас тут креативит на первом канале, а потом? Вернется в свое село пахать за 15 тысяч? Окей, очень вдохновляющая история. Или если человек действительно обладает какой-то просто дикой харизмой и сумеет воспользоваться своей новой популярностью, он же, скорее всего, просто из школы уйдет. Я тут целый год на одной сцене с Киркоровым скакал, а теперь пойду обратно за гроши работать. Где здесь популяризация профессии? А у меня вот вопрос возник. Почему наши профессиональные спортсмены после завершения спортивной карьеры отправляются не в школу учителя физкультуры работать, а чаще всего в Госдуму? Хотя никаких профессиональных конкурсов для депутатов нет. Никакого депутат года. Хотя выступление некоторых наших депутатов как раз на Дум-2 и тянет. Или почему никто не предлагает работникам Газпрома свои таланты по телевизору показывать? Почему именно учителя должны петь, танцевать и устраивать какой-то там праздник? Ну, потому что нужно понимать, для того, чтобы шоу было интересным, нужны именно те самые яркие, необычные, удивительные уроки. Никому не будет интересно в прайм-тайм смотреть на то, как учитель просто отрабатывает правила. Ну, согласитесь, уже предложили проводить этот конкурс целый год. И вот становится интересно. Пока эти самые талантливые танцуют на Первом канале, а кто их детей учит? Те, кто для конкурса не подходит? И в итоге вернется финалист подобного шоу в родную деревню, и весь следующий год будет пытаться залатать пробелы в знаниях учеников. Вот все, что угодно сделают для педагогов провинции. И конкурсы проведут, и слово-услуга из закона вычеркнут, и контрольные сократят. Вот только зарплату никак не повысят. А зачем? Школа же... Служение... 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 Служение...